Сегодня во всем мире отмечается День офтальмолога. Считается, что человек может ослепнуть, если будет долго смотреть на сварку или наденет чужие очки. Мы решили проверить самые частые мифы о зрении. В детстве нам много раз говорили, не читай лёжа, не смотри телевизор близко, испортишь зрение. Сегодня попробуем разобраться, мифы это или правда. Читать лёжа вредно. И это не миф. При чтении лёжа на животе или на боку книга находится на очень близком расстоянии. Это ведёт к снижению остроты зрения. Читать нужно при хорошем освещении, ну естественно, сидя за столом. Расстояние от книги до текста должно быть примерно 35-40 см. И третье, это необходимо делать гимнастику для глаз при чтении через каждые 30-40 минут. Относительно безопасный вариант – читать лёжа на спине, вытянув книгу на большое расстояние. Но в таком положении вы быстро устанете. Наращивание ресниц вредит глазам. Бояться нечего. Процедура безопасна для зрения, если мастер следует правилам гигиены. Правда, наращивание всё же не рекомендуется делать к тем, кто страдает конъюктиритом. В таком случае могут развиться воспалительные процессы или аллергия. Черника и морковь улучшают зрение. Витамин А, который содержится в этих продуктах, действительно полезен для профилактики. А вот вылечить болезни или улучшить зрение он не может. Самый такой у нас полезный продукт для зрения – это, как ни странно бы, звучала тыква. В ней содержится много лютой инозы, эксантина, которые участвуют в строении сетчатки. Потому как с возрастом она у нас истончается, появляются дистрофические изменения. Поэтому, чтобы их предупредить, мы рекомендуем вот этот продукт. Антибликовые очки защищают глаза от компьютера. И это не миф. У таких линз защитное покрытие. Оно отсекает вредные лучи. Нагрузка на глаза уменьшается, но надеяться на одни лишь очки не стоит. Всё же лучше соблюдать правила работы за компьютером. Например, делать гимнастику для глаз каждые 45 минут. Гаджеты вредят зрению. И это правда. Контакт с близким источником света сильно утомляет глаза. Все гаджеты портят зрение. Потому что при сидении за экраном монитора, или телефоном, или планшетом, глазки у нас напряжены. То есть мы совершаем редкие обмигательные движения. Это ведёт к сухости глаза. Поэтому время от времени смотрим вдаль и активируем автоматическую настройку яркости на своём смартфоне или ноутбуке. Такая функция поможет снизить нагрузку на глаза и сэкономит заряд батареи.